Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я надаля 35 лет, возникают панические атаки, например, если на работе есть проблемы, или кто-то что-то не то сказал, или любая другая проблема. И получается, что я в голове понимал, что уже всё прошло, всё нормально, но всё равно буду ходить неделю с чувством страха в груди. И также остаётся ощущение, как будто кто-то испугался. Скажите, пожалуйста, как можно с этим справиться? Вот, такой вопрос задаёт пользователь Наталья. Ну, во-первых, почему вы решили, с чего вы решили, что у вас паническая атака? Почему вы думаете, что у вас паническая атака? Вот. Ну, то есть, чувство страха, да, есть, безусловно, безусловно. А вот, да, действительно, у вас есть ощущение, что просто вас кто-то напугал, это правда. Вот, но, почему вы думаете, что у вас, что у вас, что у вас, что у вас именно паническая атака? Вот это для меня, если честно, загадка. Остаётся загадкой. Вот. А, тут, пожалуй, ну, нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть. Вот. А что вы имеете в виду? Вот. 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 Потому что то, что вы описываете, по крайней мере, на паническую атаку не похоже. Вот. Похоже на привозную, на привозную, определённую, да. Вот. Похоже на то, что вы, ну, можете бояться, чего-то. И вы боитесь, вероятно. Опасаетесь, чего-то. Каких-то вещей, проблем, конфликтов, конфликтов, может быть. Это правда. Вот. Но, именно, именно на паническую атаку не похоже. То, что вы описываете, по крайней мере. Так. Вот. Вот. Поэтому давайте вот разбираться. Будем с вами в этом ключе. Вот. Чего вы опасаетесь в данном случае. Чего вы боитесь в данном случае. Вот. И, соответственно, что образует и что составляет ваше напряжение. напряжение составляет определённые реакции вот на то, что вы чувствуете. Ну, напряжение составляет ваша готовность как-то, как-то отреагировать на то, что, на то, что вы сталкиваетесь. Вот. И, соответственно, напряжение вызывает потребность себя защитить. Только вы не понимаете пока, чего себя защищать. Не понимаете, когда себя надо защищать и, собственно, как это сделать. Да? Вот. То есть можно здесь понять, понять, вообще говоря, в чём вы уязвимы. Вот. Ну, то есть вот. То, что, ну, то, что вы уязвимы, да? То, что вы уязвимы. Вот. Я полагаю, что это не подвергает сомнениям. Вот. То, что вы, ну, чувствуете себя уязвимы. Вот. А вот что делает вас уязвимым? За счёт чего вы уязвимы? Тут вопрос. Вот. Ну, я бы сказал, я бы предположил, да, что где-то вот у вас есть проблемы с... ...сосно-саматлинг. Вот. Ну, тут нельзя... Конечно, на этот... Ну, тут нельзя смотреть. Вот. Конечно, на... Ну, тут нельзя смотреть. Ну, раз... Разные... Бывают... Моменты. В данном случае. Вот. И... Ну, только то, что вы испытываете, да, может быть следствием самых разных аспектов. Вот. Например. Допустим. 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 Значит, то, что вы испытываете, может быть следствием некого травматического опыта. К примеру. Да? То есть, вот... У вас был когда-то такой вот травматический опыт, что вас напугали, да, вот. То есть, что вас как-то вот испугали, вы себя не защитили. Вот. И... Теперь... Вы... Боитесь... Теперь вы, вот... Значит, таки, оказываете такую ситуацию, воспринимаете как вот, ну... Какое-то подвигательство на себе, да, вот свою жизнь и так далее. Вот. Вот. Значит, это... Такой момент. Тут нужно смотреть. Вот. Смотреть. Может быть, дело в другом. Может быть, дело в том, что вы пытаетесь изо всех сил, значит, быть хорошим. Вот. Сейчас тут изо всех сил вы стараетесь быть хорошим. Вот. Не создавать проблем. Не себе, не другим. Вот. Быть удобной. Такой момент тоже может быть. Может быть, какой-то тяжелый у вас период жизни сейчас, что вы вот так реагируете на эту ситуацию. Вот. Такой может быть, может быть, момент. Конечно. То есть, вариантов много. Вот. Вопрос вызывает ваша просьба помочь вам с этим, с этим справа... Вот. Потому как, ну, психологи не помогают с чем-то справляться. Вот. А психологи помогают решить проблему. Вот. Вот. Ну, не справляться с чем-то. Там есть это, если у вас. Ну, возникает реакция, вот. Такая. 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 Какая, вам эта реакция, в смысле, для чего-то нужна. Вот. 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 Нужно вот этого не исправляться, да? А нужно смотреть, для чего вам эта реакция дана. И, собственно говоря, что же с ней можно сделать. Поэтому, избавляться, избавляться, мы ничего не будем, а помочь вам разобраться с тем, что происходит и куда надо направить своё внимание, да, что вам нужно выразить и вообще какая проблема стоит за тем, что вы описываете, вот это прямая задача, задача психолога. И, соответственно, вам нужно выбрать себе психолога, вот подробно рассказать о своей жизни, о своих нюансах, о всех нюансах своей жизни, вот, исключая только такие вот ненужные, интимные и так далее. Вот. И уже будем тогда смотреть, чем вам можно помочь, в каком направлении вам насчёт, ну, можно двигаться, вот. Как вам мой помощь в этой ситуации. Вот. Вот, я думаю, примерно такой ответ можно вам сейчас дать. А, значит, называя что-то паническая атака, да, ну, вот если вы свою реакцию называете панический атак, вот, то вам нужно, ну, в этом смысле знать, что паническая атака дана человеку не просто так, вот. То есть, паническая атака дана человеку, потому что это есть какая-то груз. Вот. И, преследуя цель избавиться от панических атак, вот, вы тем штаном избавляетесь от, ну, избавляетесь от того, что-бы тебя защитить. Вот. Поэтому, в каком случае избавляетесь отношений… Направлять? Направлять – да. Направлять можно. Можно и нужно. Направлять. Можно избавляет. Вот. А если… если… вам это серьезно мешает жить, то что вы описываете, если вам это очень серьезно мешает жить, то я бы конечно рекомендовал бы вам в этом смысле обратиться к врачу, к врачу-психотерапевту, к врачу-психиатру, вот. Значит, нужно получить, чтобы вам помогли именно вот снять напряжение и помочь, ну, прийти в норму, скажем так. А дальше уже необходима, конечно, вот психотерапия и работа над собой, естественно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезным. Вот. Всего вам. Всего вам доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...